В своем достаточно святом месте эта традиция была. Поднимаешься на храмовую гору, снимай обувь. И народ Израиля сказал, кто-то здесь жил, вы не настоящие евреи. Не настоящие. И Иисус всегда избегал ходить через Самарию. Но однажды, когда он вынужден был с учениками там пройти, его ученики пошли купить хлеб, а Иисус сидел у колодца и попросил у женщин, у самаритянки воды для своих учеников. И она ему сказала, ишь ты, это как же ты, иудиль, у меня у самаритянки воды-то просишь, а? И он ей ответил, женщина, знала бы ты, какой живой водой я обладаю, сама бы у меня попросила. Ну да, иладиль живой, сказал самаритянка. Иди позови мужа, так и расскажу. А у меня нет мужа, ответила она. И правду сказала, сказал Иисус, правду сказала. Пятерых-то похоронила, а тот, с кем живешь сейчас, тебе не муж. Откуда ты знаешь, удивилась женщина. И рассказала десельчанам. Иисус проповедовал, и он изменил свое мнение о самаритянах, ибо впоследствии он рассказал притчу о том, как самаритянин спас человека. А справа от нас это город Афула, это от древнего названия Офель. Ибо здесь был древний город, построенный свыше трех тысяч лет тому назад. Он назывался Офель, это город Афула. Кстати, возле Афула выращивают подсунухи. Это самые лучшие семечки. Если вы думаете, что у нас выращивают подсунухи для масла, мог бы ошибаться. Масло, конечно, делают, но в основном масло это оливковое употребляет в пищу. А подсунухи у нас для того, чтобы семечки посолить. И пощелкать сиди у телевизора или в гостях. У нас то очень любят, да. В Израиле популярно. У нас сидят израильтяне, скажут, что я правду говорю. Заходишь в дом, а там на столе не семечек соленых, не орешков подсоленых. Что такое? Есть нечего. Вот так слово сказать. Вот Афула. И Афула в городе очень интересная. Она постепенно разрастается. Вот впереди гора, называется Гара-Муре. Вот там новый квартал. Он построен на высоте. И называется Афула-Элит. Афула на высоте. Слева смотрите. Эти гора остроконечные. Остроконечные. Они ничего нет. Ни дома, ни одного домика, ни дерева. Это гора свержения. Оттуда жители Назарета хотели сбросить Иисуса. И мы с вами вот сейчас подъезжаем очень близко уже к Назарету. Маленькое местечко это было в бревне времена. По временам Иисуса сколько там жило? Да, наверное, 7-6-10, не больше. Маленькое местечко было. И промысел был такой, кто плотничал, кто каменщиком ходили, все доработали. И там были источники с водой, поселились люди. Дорога там проходила, но так что большие караваны там были, такого не было.